Ну что ж, выдыхаем. Gamescom 2019 закончился. Оставив кучу положительных эмоций, нам показали тот самый Need for Speed с лютыми копами, неоном, ночью и дождём. Гений Кодзима показал писающего главного героя из своей игры. Для киберпанк не понадобится крутой комп, а The Witcher 3 запустилась на Nintendo Switch. Это и многое другое. Скоростном спецвыпуске дайджеста от Playground.ru, в котором мы покажем всё лучшее, что нам подарила выставка Gamescom 2019. Полетели. Need for Speed Heart обзавелась стильным геймплейным трейлером, который обнадёжил многих фанатов серии. Такое ощущение, что разработчики устали от неудач прошлых частей и решили поставить всё на новую игру. Злые копы, мрачный сюжет, неоновый ночной Майами, дождливая погода, сумасшедшая детализированная система кастомизации. Должно получиться очень круто. Возможно, даже лучше, чем тот самый Most Wanted. Не менее обнадёживающе, чем новая Need for Speed, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 обзавелась аж 30 минутами геймплея, в котором нам продемонстрировали ночной город со всеми его мрачными сторонами. Убийства, высасывание крови, квесты, диалоги, красивые девушки, брутальные мужчины. Выглядит всё шикарно и стильно. Кроме того, разработчики поделились информацией о продвинутой системе флирта, которая будет представлена в игре и сыграет в ней важную роль. Вы должны будете анализировать все диалоги с каждым персонажем, потому как слепая вера всем подряд приведёт вас в никуда, и вами просто воспользуются мерзкие манипуляторы, хладнокровно вытерев о вас ноги. Стильно и шикарно залетела на выставку Чернобылайт, показав в своём трейлере взрыв Чернобыльской АЭС, ядовитые зелёные цвета, детализированные аномалии, шепчущий счётчик Гейгера. В общем, всё, что мы так любим на просторах СНГ. Трейлер получился максимально стильным и насыщенным, а заключительные слова в трейлере звучат совсем круто. Это заставит твои глаза светиться зелёным и сделает твою душу чёрной. Не перестаёт сиять легендарный Хидео Кодзима, обрушивший на неподготовленной головушке геймеров аж два трейлера и один геймплейный ролик Death Stranding. В первом трейлере мы посмотрим на невидимого младенца и его очаровательную маму. Во втором трейлере нам объяснят принцип работы оборудования, коим является младенец, а в геймплейном ролике главный герой пасал на траву. И там начал расти гриб. Ну что ещё можно описывать? Просто посмотрите эти три ролика и ничего больше не говорите. Готовится шедевр. Не меньше. Между делом, Cyberpunk анонсирован для стримингового сервиса Google Stadia. А это значит, что можно будет заплатить за сервисы игру и играть даже на слабеньком компьютере в самую ожидаемую игру в игровой индустрии на данный момент. Анонс сопровождается новым динамичным трейлером, который вы обязательно должны заценить. Совершенно внезапно анонсировано Little Nightmares 2, шикарный трейлер, который показал нового персонажа, который будет рука об руку взаимодействовать с персонажем из первой части игры. Оба персонажа не будут скованы какой-то локацией, теперь им доступен весь мир. Также введена своеобразная боевая система. Мы сможем использовать кухонную утварь, чтобы отбиваться от противников. Не обошлось без анонсов совершенно новых игр. Представлена историческая пошаговая стратегия Humankind, главной фишкой которой является жонглирование различными культурами. Игроку можно будет выстроить мир с такими культурными ценностями, которые близки только ему. Можно будет комбинировать бронзовый век с современностью. Всего будет доступно 60 различных вариантов для комбинации культур. В общем, звучит довольно круто. Вот мы дожили до того момента, когда огромнейший Ведьмак 3 можно пройти на маленькой Nintendo Switch. Разработчики продемонстрировали геймплей Switch-версии, которая хоть и уступает графически очень сильно версии для персональных компьютеров, но все равно впечатляюще выглядит. Кто бы мог подумать, что мы будем играть в каком-нибудь парке в третьего Ведьмака, не окружив себя кучей электроники. Не обошлось на Gamescom 2019 и без мафии. Представлен геймплейный трейлер Empire of Sin, который погрузит нас в атмосферный Чикаго 20-х годов прошлого века. Игра выглядит очень красиво и геймплейно напоминает XCOM. На этом моменте притормозим. И если вам хочется еще больше новостей, милости просим в нашу новостную ленту, которая содержит все новости с выставки Gamescom 2019 и не только. Ну а пока мы с вами прощаемся и напоминаем, что через неделю будет новый выпуск дайджеста. Всем приятной недели и увидимся на Playground.ru